здравствуйте друзья с вами андрей и сегодня у нас обзор буч на четырех трибушетах mk2 проверим эффективность данной сборки на одной из больших карт одна из старинных карт в этой игре это спрингфилд режим у нас превосходство для чего идеально кстати подходят трибушеты себя они также великолепно смогут проявлять на всех больших картах типа ямонтау каньон а и дреднаут что самое важное при работе на буче на трибушетах это быстрое переключение целей точная их идентификация что это допустим спектр а не булгасари и выстрел если стреляете в булгасари то в свободную область от физического щита ну и конечно нельзя промахиваться каждый ваш промах приносит потери инициативы и поражение вашей команде поэтому нужно стрелять на стараться довольно точно ну и стараться конечно дожидаться полного набора накопителей и вот как в данном случае в первую очередь в приоритете целей уничтожать тяжелых роботов поддержки противника то есть уничтожать вражеские фуры вражеские бучи все-таки буч друзья сам по себе робот достаточно медлительный поэтому ему конечно я предпочту сто процентов это спектра на баллистах если вы не смотрели на канале обзор спектра на баллистах посмотрите и также я сейчас выпущу несколько серий про спектра на баллистах которые будут называться зеленый луч снайпера там я покажу и раскрою собственно все возможности которые себя представляет спектр на баллистах вот в этой сборочке продолжаем работать и промахиваемся по лево фланговой цели старайтесь конечно на буче друзья не промахиваться преимущество буча друзья в том что он очень толстый у него много хп и конечно недостаток это его медлительность низкая маневренность и небольшая скорость поэтому нужно всегда стараться использовать все рельефы карт использовать тыловой принцип игры от обороны своевременно конечно выцеливать необходимые цели чтобы на нужном фланге в нужный момент боя помогать своей команде точными выстрелами еще раз повторюсь друзья мазать на нем все-таки категорически нельзя еще раз я промахиваюсь в этом бою я допустил сразу скажу около семи восьми промахов мне кажется кстати друзья что все таки баллисты скорость выстрела превосходит скорость выстрела требушетов я конечно в точности это не проверял но у меня сложилось такое впечатление после последнего применения сборочки спектра на баллистах мне кажется баллисты побыстрее выстреливают и в начале прыжка в инвизии я успевал поражать спектров с этого вооружения еще раз я промахиваюсь попадая в щит булгасаре нельзя конечно нельзя мазать наверное стоит мне попытаться переместиться на левый фланг а еще целых шесть минут до конца боя и примерно ровная пока ситуация у нас по маякам выстреливаем во вражескую инквизитор ожидаем появление его из-за препятствия и сразу наносим еще раз ему выстрел переключив орудия револьверным способом такая есть способностью буча на самом деле в современных условиях боя на я бы конечно хотел чтобы убрали вообще время перезарядки этой способности у буча чтобы он мог всегда в любой момент когда пожелает переключить орудийные слоты потому что ввиду развития сейчас ситуации вообще по боям по динамике боев развития новейшего вооружения в игре такая особенность как время на переключение между слотами у буча у того же дока я считаю что это уже анахронизм это уже абсолютно не нужно и очевидно что чтобы поднять немного этих роботов в игре я думаю что бучу стоит добавить скорости немного и абсолютно убрать вот это вот время перезарядки переключения способности абсолютно уже сейчас это не нужно и и делает буча очень непривлекательным сейчас из-за этого в глазах игроков потому что тот же спектр на баллистах он просто на 200 процентов эффективнее будет потому что никакой кнопки нет стреляя сразу четыре слота и наносит повреждение больше чем два три бушета четыре баллисты друзья выручаем ситуацию мы сейчас на левом фланге у нас там горит собственно респовый маяк на него замахнулся противник удалось вовремя там спектр вражеского изничтожить и я думаю пора перемещаться на левый фланг очень подводит нас игрок на фуре на темпистах постоянно спит займемся пока вражеской фурой на драгунах который выходит на удобный вектор ведение огня очевидно что по мне продолжим его беспокоить и когда наступит момент вовремя быстренько от него сейчас дистанцию мы наберем переключился наконец-то он уничтожил этого спящего игрока на темпистах там еще спектр на меня заходит в общем набираем плавно дистанции ситуация усугубляется у нас три с половиной минуты до конца боя буш мой где-то в половину прилично уже поврежден но по маякам ребята сражаются хочу отметить моя команда молодцы молодцы делают что могут со мной бегает мой напарник из клана империал джиу-джитсу сейчас у него ник кома не знаю почему он берет такие ники очень интересные и своеобразные спросить у него сами повреждаю вражеского хаечи недобитый ланселот вылазит а мы продолжаем держать всю картинку боя перед собой стараясь своевременно отстреливать нужные цели чтобы на нужных участках в нужный момент времени конечно помочь своей команде быстро переключаемся на фуру на драгунах добиваем и вот теперь сектор слева чист и можно выдвигаться на левый фланг на более удобный вектор стрельбы чтобы обеспечить нашим ребятам более лучшее распространение по карте и придавить противника немного огнем по крайней мере обеспечить атаку роботов противника уже в раненом состоянии то есть они уже будут выбегать раненые для удара по моей команде то есть сейчас будем снайперить и стараться как можно больше переранить роботов противника 2 минуты до конца боя в принципе буш себя неплохо проявляет как робот старой школы там паучок спрятался за препятствием и сразу спектра я выцеливаю и успею нанести ему существенные повреждения за секунду до его прыжка спектр очень неосторожен продолжает бежать появляется из-за препятствия ожидаем стопроцентной гарантии выстрела и наносим ему серьезные повреждения такой спектр уже не жилец сейчас ребята слева которые на фланге к маяку прошли его добьют работаем по натаже и собственно все друзья на этом бой заканчивается по маякам мы его вытащили нанесли больше одного миллиона урона спасибо большое за просмотр и до новых встреч готовится новые обзоры на канале друзья с вами был андрей крошки с и с с и с Субтитры создавал DimaTorzok